Особое мнение на 101FM Напомнить нашим слушателям, что вопросы гостю Азизу Агаеву можно задавать на нашем сайте эхокирова.ру через форму анонсов. Ну и напомнить о том, что особое мнение, то, которое сейчас вы слушаете, сегодня вечером в аудиоформате будет доступно на нашем сайте эхокирова.ру, а через день или два в расшифровке, то есть если вы не успеваете слушать, у вас будет возможность прочитать. Кстати говоря, на сайте предыдущие гости и предыдущие программы особое мнение уже выложены, в том числе в текстовом формате. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, теперь к нашим вопросам. Я вот которую программу пытаюсь начать с чего-то другого, но у меня никак не получается, потому что всё время, всё время тема повышения пенсионного возраста... Но вы же часть этой страны, а это очень волнующая, больная тема. Так или иначе, Азиса Ильич, она всплывает. И вот сегодня я вам скажу, случилось неожиданное. Мы неожиданно с вами пойдём сейчас говорить о пенсионном возрасте. Комитет, законодательное собрание, социальный комитет не поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста. Вы не поверите. Я прошу вас опубликовать на сайте Эхо Москвы список депутатов, которые входят в этот комитет, и тех, кто не поддержал, чтобы народ мог им лайки поставить, сердечки там, кому-то там, да-да-да, шарики, сердечки, цветочки, прямо так сказать, поставить, чтобы люди знали, что хватило мужества, чего я всегда как бы боюсь, когда депутаты ЗАГС собрания принимают те или иные решения, что не хватит у него мужества противостоять бюрократическому и партийному аппарату. Вот, Азиз Алисович, тут я просто прям вот в запятую поставлю, потому что это ведь не окончательное решение. Комитет законодательного собрания сегодня только вот внутри обсуждения. Это поступок, понимаете? Из маленьких поступков складывается действие, а действие определяет судьбу не только этих людей. Конечно, в первую очередь этих людей, потому что человек, совершающий мужественные поступки, рано или поздно становится счастливым человеком, как минимум гармоничным человеком. А это изменит, может изменить судьбу и страны в том числе. Давайте я все-таки подробности расскажу. 13 человек сегодня обсуждало предстоящий, так скажем, к принятию закона проекта повышения пенсионного возраста на российском уровне. Из них семеро были против, пять воздержались, и один проголосовал за. Я спрашивала нашу коллегу Марию Кожевникову, кто голосовал за. Кто голосовал за? Она сказала, что не видела этого человека, то есть видела поднятую руку, но не успела посмотреть, чья. Но я думаю, что в течение дня мы узнаем, кто это. Мы же с вами считаем, что этот человек имеет право на свое собственное мнение. Конечно, разумеется. И мы не будем устраивать никаких рядом против этого человека, как это устраивает обычно в отношении. Но сердечко рядом с его фамилией мы не разместим. Мы сердечко не будем ставить. Только напротив тех семи человек, которые проголосовали против. Вот. Ну а теперь вот достаточно серьезный вопрос. Мы все понимаем, да, комитет социальный принимает то или иное решение. Дальше, значит, решение уже в общем принимает законодательное собрание. Это будет завтра. И навигатор Киров сообщает о том, что в условиях сложившейся ситуации якобы губернатор Игорь Васильев решил созвать депутатов-однопартийцев. Это Единая Россия, напомню, перед завтрашним пленарным заседанием. И, скорее всего, глава региона попытается убедить большинство законодательного собрания поддержать правительственный законопроект. Я думаю, что с ними индивидуально уже идет работа, потому что по факту-то у нас получается так, что губернатору могут предъявить претензии, что ты тут как управляешь законодательным собранием, там, что-то там у тебя депутаты. Что значит, как управляешь? Он не может управлять законодательным собранием? По факту у нас законодательное собрание не является самостоятельным субъектом. Вы что, не видели, сколько правительственных проектов по повышению налогов, по ухудшению экономической ситуации было спокойно проголосовано? И поэтому, о чем мы говорим, так сказать, все, что нужно там... Мы это видели, Ази Салевич, но у нас ведь на самом высоком уровне декларируется, что правительство выдвигает инициативу повышения пенсионного возраста Путина. Вы еще скажите, что у нас Государственная Дума тоже самостоятельная. Конечно. А за что же они тогда такую большую зарплату получают? За то, что выполняют волю определенную. Перспективы сегодняшнего решения Социального комитета Законодательного собрания устоять в завтрашней пленарке, как оцениваете? Очень пока слабые, потому что не уверен, что большинство Единой России найдет в себе мужество хотя бы в этот раз стать на сторону граждан своей страны. То есть вы считаете, что повышение пенсионного возраста, анонсированное, это шаг против граждан? Если я правильно вас понимаю. Именно так я и считаю. Почему? Ну, потому что, во-первых, это обман, во-вторых, я считаю, что принятием такого закона придадут, легитимизируют фактически, ну скажем, я хотел бы сказать хищение, но не буду как бы говорить, а фактически лишение граждан тех выплат, которые они уже заработали, оплатили. Ну, я могу как бы на своем примере... Приводили цифры, да, сколько потеряет человек, не получающий пенсию. Примерно миллион, например, я потеряю, при том, что все время страховые взносы, легально как бы все страховые взносы всегда оплачивал, более того, легально иногда против их повышения и боролся, и мне это удавалось, там через Конституционный суд отстоять иногда свои права удавалось, но как бы в конечном итоге мы имеем сегодня то, что имеем. Вот, поэтому все ссылки на опыт там европейских стран, еще каких-то там, все время приводят ограниченные как бы ссылки там, только на те пункты, которые устраивают. Вот возраст там такой-то там, условно говоря. Но известно ли вам, что в некоторых европейских странах там разрешают пенсионные накопления до двух третей, значит, людям тратить на покупку недвижимости? То есть они забрать и потратить на покупку недвижимости, то есть дома, своего, квартиры там и так далее, и так далее. Нам же это не рассказывают. Нам не рассказывают, что, значит, помимо вот такой системы, как бы, когда там возраст там высокий, что, например, во многих европейских странах не взыскивают с юридических лиц и с граждан взносы на медстрахование, сами определяют, по какой программе будут страховаться. И мы знаем, что по... Все, ОМС у них нет. ОМС у многих нет. И в этой ситуации, значит, они имеют возможность выбирать качественное, так сказать, да, медицинское обслуживание. Чтобы не платить в двух месяцах. Да, и не ждать там по полтора, по два месяца, как попасть, так сказать, к врачу, чтобы хотя бы иметь надежду получить эти пенсионные выплаты, на которые, так сказать, можно рассчитывать. Ну и так далее, и так далее. Азин Салич, вот такой вопрос. Тут ряд экспертов, ну, в том числе, там, эксперты проправительственные российские заявляют о том, что если сейчас не решить вопрос с повышением пенсионного возраста, то через определенный промежуток времени, не очень длительный, там, по-моему, 2030 год называется, может сложиться ситуация, когда нынешним действующим пенсионерам не из чего будет платить пенсию. Ну, я думаю, что часть уже можно, как бы, фактически, ликвидировав выплаты огромных зарплат депутатам Государственной Думы и другим, так сказать, околоправительственным. Ну, вы же понимаете, что на это не пойдут, они только что отклонили этот законопроект. Околоправительственным, так сказать, значит, там, депутатским структурам, и тут же найдутся деньги для выплаты пенсионерам. Это огромные суммы, я думаю, что эти люди не заслуживают выплат, так сказать, таких сумм, которые им выплачиваются. И потом, я хочу, чтобы эта ситуация стала, превратилась в вопрос, значит, когда формировали фонд национального благосостояния, нам говорили, что это деньги как раз как бы пойдут на выплату, там, пенсии, еще других, там, когда тратят огромные деньги на содержание государственного аппарата, непонятно, так сказать, не всегда оправданного, там, да. Ну, и можно приводить тут, как я тут недавно спорил с одним своим очень, значит, близким приятелем, недавно, так сказать, который, значит, меня в конечном итоге обвинил в неправильном понимании, там, ситуации. Что ты сразу там про коррупцию, про государственное неэффективное управление, про то, что государственные имущества не туда расходят, про то, что, значит, огромные деньги олигархам дарятся из бюджета, что там банки там на триллионы рублей там финансируются из государственного бюджета. Что ты сразу давай отдельный будем рассматривать, вот ведь возраст, вот ведь люди там и так далее, вот живут-то дольше, а рожают меньше, в итоге нам некому как бы содержать и так далее, и так далее. Вот эта вся система солидарная придумана именно ими, потому что... Именно ими это кем? Именно ими, олигархами и бюрократами, которые с олигархами вместе, собственно говоря, ну, скажем, разбазаривали и разбазаривают государственные имущества. Так скажу, пусть это звучит как бы не очень... Конкретно. Конкретно, да. Хорошо. Почему? Потому что я вот платил взносы, я хочу, чтобы эти мои деньги именно на моем счете, мне не нужно никаких как... Солидарность может только в том выражаться, что ну пока как бы, пожалуйста, вы можете там ими аккуратно... Они и так ими пользовались, сначала меня лишили накопительной пенсии, потом в течение всей моей рабочей жизни они там увеличивали взносы там на, значит, на мой доход так или иначе там, да, значит, теперь они говорят, что ну теперь ты получишь там не в 60 лет как бы свои взносы, а получишь 65, ну если доживешь, условно говоря, там, да, учитывая, что уже сейчас, ну как статистики, ну вот приводят статистику, что до 60 лет доживает там 40 процентов. А сколько до 65 доживает? Мы понимаем, что после 60 лет там экспоненциально, так сказать, падает количество доживающих до 65. На это, собственно говоря, и расчет, что... Человек уйдет, а деньги останутся. Человек уйдет, а деньги останутся. Ну вот некоторые говорят, ну ведь они в пенсионной системе останутся. Не смешите меня. Когда-нибудь они достанутся детям этого человека. Не достанутся. Видимо, вот так. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» в нашем эфире в программе «Особое мнение». Через полминуты вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы продолжаем обсуждать предстоящее повышение пенсионного возраста. Непонятно пока насколько с Азизом Агаевым, директором аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа», нашим экспертам. Денег нет. А вы держитесь. А вы держитесь, да. Я хочу сказать, что ни по форме, ни по сути этот законопроект как бы неправильный. Интересам граждан он не отвечает. Он не отвечает. И по форме обсуждения, по форме попыток принятия, например, Матвенко говорит, немедленно надо принимать и так далее. Вообще нужно прекращать практику немедленного принятия в трех чтениях тех или иных законопроектов. Потому что это приводит к принятию непродуманных законов. Азиз Алич, надо принимать немедленно, пока чемпионат мира по футболу, митинги запрещены, а народ занят чем-то другим. Ну вот эта дурость, открыто вам скажу, потому что примем сейчас этот законопроект, а дальше люди, если пока на слова так возмущаются, а дальше люди, когда уже поймут, что они не получили свои пенсионные выплаты, установленные ранее срок, то это уже может выливаться в другие формы. А вот вы знаете, я вам скажу, я пока как раз вижу, что возмущается на словах очень незначительное количество граждан, скажем так, да, и никаких, естественно, там ни акций, ничего нет. Ну то есть есть какие-то общественные обсуждения, в общественной палате будет, митинг профсоюзов завтра состоится, вчера, значит, КПРФ проводил свой митинг и вышло на него, по-моему, сообщали наши коллеги, ну, 150-200 человек. То есть, ну, немного совершенно. То есть, людям либо неинтересно это все, либо люди настолько запуганные ужесточением законодательства о проведении публичных акций, что не выходят никуда. В общем, непонятно. Ну, вы знаете, форма протеста как такового ухода от государства, ухода из экономики и так далее существует очень много. Вот, например... Спровоцирует повышение пенсионного возраста рост серых зарплат в России или нет? Ну, однозначно, хотя это сейчас становится все более трудным и трудным, потому что под контроль поставлены практически все денежные потоки на территории страны, то есть ты не можешь потратить практически ни копейки, если только у тебя это не нал или замена другого нала, чтобы, так сказать, государство не проконтролировало отчеты, откуда, куда, там, зачем, а еще и лапу наложат и остановят, так сказать, эти платежи. Но, конечно, такая попытка в любом случае будет. Я думаю, что к этому люди придут, особенно, когда увидят, что мало того, что вот агитировали их там белую зарплату, белую зарплату, значит, потому что у вас будут пенсионные баллы, там, пенсионные выплаты, а теперь где эти пенсионные выплаты и баллы... Да, да, и у тебя по жизни будет много таких баллов, вот баллов будет много, а денег, похоже, нет. Еще один вопрос касательно пенсионной реформы, и, наверное, завершим. Ваш прогноз на состояние рынка труда в Кировской области накануне Игорь Васильев обсуждал с представителями профсоюзов предстоящую пенсионную реформу и сказал, что необходимо создать условия для того, чтобы люди до 65 лет были востребованы. Гарантии обеспечения рабочими местами нужны и молодым людям. Ну, то есть мы понимаем, да, сейчас сложился определенный баланс. Пенсионеры в 60 лет уходят, ну, кто заработает и дольше, но могут уйти, скажем так. Молодежь приходит на их местах. Плохой процесс. Игорь Васильев очень часто много правильных слов говорит. Правильные были слова про то, что мы должны создать гарантии, ведь правда же? Слова абсолютно правильные, да, но по жизни-то ситуация неправильная, потому что, ну, то ли он не понимает, то ли не умеет правильно эти... Слова в действие превращать. Вот рынок кировский, рынок труда. Вот потому что, смотрите, рынок, значит, он, собственно говоря, какой? Если мы хотим, значит, страна развивалась, мы должны внедрять передовые технологии. Передовые технологии, значит, внедрять с людьми 55-60 лет, ну, пусть меня простят эти люди, я заранее извиняюсь. Очень сложно, мало таких людей, которые готовы в 55-60 лет овладевать новыми технологиями. Ну, если только, так сказать, в интернете чатиться, значит, в компьютерах, так сказать, ну, то, что наш знаменитый Белых Никита пытался, как бы, это его инициатива внедрять в жизнь, там, да, обучая старших товарищей пользованием компьютером. Ну, и одноклассники, да, ВКонтакте, там, социальные сети и все такое. Значит, это молодежь. То есть, по факту получается, что, ну, уж так устроена жизнь, что места, которые используют лоу-технологии, да, ну, низкие технологии, невысокие технологии, они будут все более и более сокращаться. А именно на этих местах в основном и работают люди, значит, ну, жизнь-то идет так или иначе, ну, что делать-то, вот эта объективная, там, закономерность. А молодежи нужны другие места. Если молодежь снова приходит на те же места, из которых ходят наши пожилые, там, ну, или, там, люди, достигшие определенного возраста, я боюсь даже использовать, там, не все понимают правильно. Почтенного возраста. Да, почтенного, правильного или неправильного, короче, возраста. Вот. Поэтому и без пенсионной реформы нужно создавать высокотехнологические, технологичные рабочие места. Для молодежи. Для молодежи. Потому что именно их ум является наиболее подвижным, гибким, готовым к освоению, там, и так далее, и так далее. А, значит, обеспечивать за счет молодежи рабочими местами тех, кто должен был выйти на пенсию, на должностях, как бы, на низких технологиях, да, ну, что это такое? Что? Ну, пусть опять старшие занимают руководящие должности, да? Хотя они всегда уже отдают себе отчет, что жизнь шла, там, вперед, и нужно, там, другие вещи, другие методы применить. А некоторых будут переводить работать в гардероб, например? А некоторых в гардероб будут переводить. Ну, как бы я, что могу вам сказать, что, ну, типа, по сути-то слова-то правильные, а под действием... Работодатели пойдут на то, чтобы оставлять? Ну, я вот не собираюсь у себя в компании, там, вводить, как бы, гардероб. Ну, так, так. Вот не собираюсь, как бы, да? И потом я вижу, что, значит, люди, которые достигают, там, пенсионного возраста, я лично вижу, что эти люди не только морально не готовы, но и порой и физически им уже тяжело работать на достаточно такой эмоционально тяжелой работе, но тяжело. Мы не забываем еще, что, да, люди возраста почтенного, да, могут ведь и заболеть, то есть это и больничные, и что угодно. На самом деле, да, болезни там учащаются, их перенос, их, ну, переносить эти болезни становится... То есть работодателям это невыгодно? Нет, невыгодно. А как же тогда их обяжут держать людей до 65 лет? Ну, работодатели-то обязательно, что, приняли закон, обязали, пожалуйста, у нас много чего работодатели, там, ухудшают каждый день с новым законопроектом ситуацию для работодателей. И вон область спокойно, так сказать, и проигнорировала, там, налог на движимое имущество, обложив, как бы, движимое имущество, которое используется, там, для производства продукции, там, еще полутора процента, там, налогом на имущество. И что? Ну, ну, хорошо. Ну, хорошо, принимают закон, который заставляет работодателей сохранять рабочие места за людьми старше, условно, там, 55+. Вот человек остается, работодатель в этой ситуации, например, ну, он пойдет на какие-то шаги или нет? Вопрос не в этом. Вынуждающий человек уволит. Вопрос в том, что это снижение конкурентоспособности, на самом деле, наших компаний по сравнению с зарубежными компаниями. И шаг назад. И снижение конкурентоспособности страны. Меня всегда волнует один вопрос. При том, что мы, в основном, позитивно относимся к внешней политике, как бы, нашей страны, и мы должны понимать, что поддержкой нашей внешней политики является наша экономика, наша внутренняя политика. И мы все ухудшаем и ухудшаем положение в экономике страны. И я боюсь, что чем менее мы будем конкурентоспособными, получается, что то, что сказал президент, это декларация, что мы должны войти в пять крупнейших экономик мира. То есть мы не войдем такими методами в пять крупнейших экономик мира. Соответственно, раз мы не сможем это сделать, то мы и не сможем, и дальше, уже даже после повышения пенсионного возраста, не сможем обеспечить достойную пенсию оставшимся в живых пенсионерам, потому что мы не развиваем свою экономику. Наша экономика становится все менее и менее конкурентоспособной. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» в нашей студии. Программа «Особое мнение» продолжается. Вот буквально у нас несколько слов я бы хотела еще от вас услышать. Это по поводу повышения НДС. За повышением пенсионного возраста эта тема как-то вот ушла так в тень. Обсуждается только в экспертном сообществе, и большинство людей не понимают, каким образом на них это скажется, если они не занимаются бизнесом, у них нет фирм какой-то. Люди думают, что это скажется только на юридических лицах, на фирмах, компаниях, акционерных обществах. Просто 2% больше налогов они заплатят, да. На самом деле 2% на 2% больше налогов, а не просто на 2%, это может сказаться и иметь определенный еще и аккумулятивный эффект, там соберет еще ряд эффектов вместе, так сказать, да, может оказаться на большее количество. Хотя я вот там некие проправительственные эксперты, там в Москве, в том числе Орлов, там председатель экспертного совета Государственной думы по бюджету и налогам, там говорят, что ну всего лишь, ну может, 1-1,6% там скажется. Но ведь скажется. Во-первых, скажется при любом варианте. А во-вторых, этот налог-то будут платить конкретные физические лица. Какие? Мы с вами. Так? Когда мы будем его платить? Мы его будем платить каждый раз. Мы его сейчас платим, как бы вот эти 18%, да, каждый раз, приходя в магазин там, каждый раз, покупая продукцию, мы платим, значит, которая облагается НДС, мы платим 18%, и государство это забирает себе. Но теперь мы будем платить больше. То есть государство очередной раз залезло в карман простых граждан, то есть населения своей страны. А граждане и не знают. А граждане не просто не знают. Дело в том, что мы же опять, это опять покупательская способность, способность человека покупать качественные продукты, замена более качественных, менее качественными. Зато, Азиас Олегович, у нас будет невысокая инфляция. Инфляция будет, к сожалению, достаточно высокая. А, вот так все-таки. Да, потому что это всего 2%, но уже 2%, понимаете? А говорят, что если покупательская способность падает, то инфляция тоже снижается. А вот экономика знает такие примеры, когда и покупательская способность падает, и инфляция растет. Знает экономика такие ситуации. Не сомневаясь. Поэтому, к сожалению, об этих вещах похоже, что не знают в правительстве нашей страны. Или игнорируют, или делают вид, или думают, что они очередной раз подтасуют статистические данные, показав, что вот у нас как раз все в порядке, и через телевизор, там первый, второй, третий каналы всем расскажут, как у нас хорошо, и все будет отлично. На самом деле, это будет для экономики достаточно непростой удар, который надо будет выдержать. Выдержит? Ну, Россия большая страна. Как-то вы грустно об этом сказали. Ну, в смысле, я подозреваю, что мы все рады, потому что Россия большая страна. Хочется мне, чтобы мы все время выдерживали какие-то удары. Я хочу, чтобы страна развивалась. Чтобы, наконец-то, люди зажили хорошо. Чтобы люди зажили. Чтобы мы гордились своей страной, не только потому, что мы можем на место в Сирии кого-то поставить, условно говоря, что у нас суперсамолеты, что там ракеты. Я хочу, чтобы мы гордились, что мы в задачи ставим какие-то для экономики страны очень мощные. Мы хотим, чтобы технологические центры мира и центры знаний переместились в Россию. Я хочу, чтобы наши вузы занимали первые места в рейтингах. Я хочу, чтобы наша умная, гибкая, сильная молодежь из Кирова не уезжала в Москву, Нижний Новгород, Петербург, а из Москвы, Нижнего Новгорода, Петербурга не уезжали за границу. Понимаете, что я хочу? Понимаю. И тогда вот это все, если это все будет, может обеспечить ситуацию, когда мы можем даже не повышать пенсионный возраст, а выплачивать еще дополнительные деньги, как там в Арабских Эмиратах за счет нефтяных доходов каждому гражданину ежегодно по 10 тысяч долларов. Очень хочется дожить до этого времени. Ну, так что, я думаю, что придут же наконец-то, как бы умные люди, будут управлять страной в правительстве. И, наверное, правильно будут управлять, будут думать об интересах населения страны. Ну, хорошо, мы прямо вот живем надеждой. Ази Сагаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии, у нас небольшая реклама, и вернемся. Ази Сагаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». В нашей студии мы в перерыве выбирали, на какие темы еще хотим поговорить, потому что тем много, а времени остается все меньше. Лесной форум прошел в Кировской области во второй раз в таком крупном масштабном формате. Приезжали в том числе зарубежные инвесторы. Было много отчетов таких, ну, достаточно позитивных. Ох, заживем, да, когда вот к нам сюда приедут. И я так понимаю, что в том числе назывались возможности будущего сотрудничества с китайскими инвесторами и появления на территории Кировской области неких совместно китайско-российских предприятий. По крайней мере, представители Китайской республики о таких намерениях заявляли. Вот вы эти перспективы как оцениваете? То есть это пока декларация о намерениях только? Это такая попытка сделать, ну, не знаю, там, сделать лицо, держать лицо, да? Или это действительно что-то, о чем вот мы в перспективе в ближайшее время можем договориться? Интересно Кировской области? Ну, это держать лицо тоже, потому что, давайте так, три года уже практически у нас новое правительство Кировской области действует. Три года. За эти три года мы пока не можем похвастаться никакими особенными там инвестиционными, экономическими показателями. Даже то, когда, значит, там, министра экономики выдвигали на зампреда, и ему там заслугу поставили, что он там на малые предпринимательства 80 миллионов из федерального бюджета, так сказать, привлек. Ну, я бы просто скромно бы заметил, что во время Ануфриева из федерального бюджета 220 миллионов в год примерно, так сказать, там, привлекали. Ну, если снижение, так сказать, этих показателей, это достижение, то... Но сравнить никто не может. То есть, главное, уметь подать, как бы, да, те или иные там цифры. Поэтому, конечно, это и сохранить лицо для правительства важно. И вот они говорят, вот мы провели там лесной форум, там участвовали... Местеры приехали, действительно. Участвовали австрийцы, финны, там, китайцы. Кто там еще участвовал? О, немцы были, Иран был. Немцы, Иран, там. Ну, Иран был, точно. Ну, вот не знаю, упоминается Иран? Упоминается в качестве поставок, там, Иран, Азербайджан, там, у нас и без, как бы, этого правительства у нас поставки были и в Иран, и в Азербайджан, и в Австрию, и там, и так далее, и так далее. Перспективы, они будут, если здесь реально мы будем создавать нормальный инвестиционный климат. Инвестиционный климат, значит, он нормальный, если когда он нормальный для собственных инвесторов. На сегодняшний день, так или иначе, ситуация немножечко хотя бы успокоилась, если у нас действительно собственные инвесторы осуществляют инвестиции на территории Кировской области в лесной отрасли. То есть мы еще раз можем, так сказать, ну, с радостью или с гордостью, так сказать, говорить о таких компаниях, там, Хольцхаус, там, Мурашинский фанерный комбинат, да, на Балмесе, там. И слава Богу, что такие компании, ну, как бы есть наши родные русские компании. О которых знают не только в Кировской области. Да, о которых знают. И, ну, на самом деле, ну, как бы гордишься, когда смотришь на определенные там, это новейшие технологии, на эти производства, это малолюдные производства. Это очень здорово, честно говоря. Но я не скажу, что это в основном, как бы, или сколько-нибудь заслуга, так сказать, правительства. То есть это в основном заслуга предпринимателей. На самом деле огромная заслуга предпринимателей. И вот если бы они сумели в таких, ну, сложных условиях на территории области, так сказать, сделать, ну, пойдет иностранный инвестор на такие условия, или им нужны будут дополнительные какие-то льготы, я не знаю. Ну, наверное, они еще подумают и посчитают, потому что очень много даже в лучших условиях приезжало инвесторов, я имею в виду европейских, и в конечном итоге отказывались и уходили. С территории области. Ну, на фоне, кстати, заявлений... Китайцы, не знаю, китайцы, они в этом смысле всеядные, как бы, если они успевают какое-то сырье с территории страны. Не, ну, говорится-то не про вывоз сырье, как я понимаю, а про строительство предприятий по переработке, его здесь у нас. Вот уровень переработки, большой вопрос. То есть нужно обсуждать уровень переработки. То есть переработка, может быть, просто доску распилили и отправили, а, может быть, переработка, подготовили изделия, вот как они, например, там, Скворцов-то сказал, что вот я посмотрел, там, в Китае кухонная мебель на выходе, там, вот березово, там, заходит березовый, там, кругляк, там, на входе, там. А на выходе, там, а на выходе мебель, там, кухонная, там, да. Вот если вот так, ну, надо приветствовать, радоваться, там, и так далее. Почему? Потому что высокая добавленная стоимость на территории Кировской области и налоги на территории Кировской области. Что нам хорошо. Да, что нам хорошо. Поэтому с этой точки зрения, ну, что можно сказать? Ну, если будет, слава богу. Временной промежуток какой мы можем сказать или нет? Будет. Такие вещи, они быстро решаются или нет? Я думаю, что если после перегоровов дойдет до дела с иностранными инвесторами, то не менее, чем через три года. Три года. Хорошо, ждем три года, смотрим, что будет дальше. Еще одна тема, кстати говоря, связанная с инвестициями. Я бы хотела с вами поговорить о нестационарных торговых объектах. Мы обсуждали несколько раз уже историю с ларьками, так называемыми, киосками на придомовых территориях. Изначально их размещение хотели запретить, вынося изменения в правила внешнего благоустройства. После того, как правило приняли, выяснилось, что этот пункт оттуда изъяли. И как пояснил у нас здесь Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства, он не нужен. Потому что, оказывается, в Санпине есть определенные нормы, которые запрещают размещение вот этих самых киосков на придомовых территориях. И у меня теперь вопрос. Этих киосков 300 штук, как посчитали в мэрии. И сейчас по каждому будет решаться ситуация в отдельном порядке, в том числе судебном. То есть будут изучать документы и прочее. Кто-то выдавал разрешение на размещение этих всех объектов, как я понимаю. Ну да, предыдущие, так сказать. Да, люди вкладывали деньги. Ну. И что? Ну, люди вкладывали деньги, кто-то давал разрешение. Давали разрешение в нарушении там типа, значит, федерального законодательства. То есть у нас будет как в Москве теперь получается, да? Когда там сносили, сколько это было, два-три года назад? Ну, в Москве там, наверное, не дворовые территории были. Нет, там были городские земли, конечно. Там городские были. А здесь дворовые территории. Ну, там тоже есть территории и территории. Мне кажется, тут надо немножко подходить в каждом случае индивидуально. И не знаю, насколько это противоречит, значит, праве собственности жильцов дома. Да, ну вот смотрите, если они давали разрешение, получали деньги какие-то от аренды. Да, да. И теперь, значит, они это не могут получать. Но тут вопрос, не знаю тогда, как быть в этой ситуации. То есть, ну, понятно, что право собственности не абсолютно, особенно в нашей стране. Но, тем не менее, пусть люди борются. Значит, еще один открыт фронт борьбы против бизнеса. Вы так это оцениваете? Да, так он каждый день открывается. Это небольшая часть, на самом деле. Небольшая. Но отношение, конечно, несколько настораживает. Продолжение борьбы с бизнесменами, которые торгуют в киосках. Этот фронт, видимо, не закрыт. Нужно добить, значит, этот бизнес окончательно. Кому это выгодно? Крупным магазинам? Крупным магазинам это выгодно, да. Может быть, городу выгодно в том смысле, что теперь те, кто торговали в киосках, может быть, набросятся на муниципальное имущество, которое не могут продать город. Или арендовать его начнут. Или арендовать его начнут. Город какой-то доход начнет получать. Ну, или, может быть, тоже подключаться к размещению на муниципальной земле, потому что есть же свободные участки, об этом говорилось, для установки нестационарных торговых объектов. Они, правда, в не самых выгодных местах. Так вот в том-то и дело, что это ведь обычно бывает удобно не только. Предприниматель же ставит свои киоски не там, где им удобно так-то вообще-то. Они ставят киоски там, где удобно покупателю. Именно поэтому, за счет этого, они могут получать какой-то доход. А когда они ставят туда, куда там указал кто-то из городской администрации, который мало что понимает в торговле, например, или в продвижении товаров, то в итоге получается, что дохода нету, и ставить туда киоск какой смысл. Покупатель туда не идет. Ему проще как бы более короткий путь, более удобный путь выбрать себе срок. До ближайшего магазина. О, три минуты, даже две у нас остается. Давайте все-таки про футбол. Общественную палату, которая формирует новый состав, боюсь, уже не успеем. Да все мы успеем. Да как успеем. Ну, слушайте, вот Александр Галецких вчера заявили о формировании, о старте формирования нового состава общественной палаты. Александр Галецких, секретарь нынешнего состава, говорит и призывает. Ну, какие претензии к его высказываниям? Нет, он хороший человек. Он всегда хорошие слова говорит. Он говорит, надо призывать молодежь. Очень возрастная общественная палата, молодежь не идет. Разочаровалась молодежь в общественных объединениях так или иначе? Я просто к утверждению Галецких с этой точки зрения, я бы как бы с ним поспорил. Потому что если у нас общественная палата основная функция научить молодежь оценивать какие-то общественные процессы, ну, давайте будем призывать молодежь. Что он имел в виду? Ну, давайте, давайте. А почему не подростков? Нет, ну, подростки не могут в общественную палату. Они несовершеннолетние. А ну, так мы изменим закон? Это долго. А почему у них инициатива есть? У них инициатива есть в общественной палате. То есть вопрос в том, что в общественную палату должны приходить опытные, на самом деле, люди. То есть вы не считаете, что молодежь? Не считаю. Знающие процессы всякие, очень совестливые, добросовестные и мужественные, которые не боятся. А у нас в общественной палате очень много людей, которые туда пришли просто отсидеть. Были депутатами, теперь надо где-то посидеть еще. Скучно дома. Были там руководителем какой-нибудь структуры, но вот вышел на пенсию, вот ему надо прийти туда. Ну, вот, собственно говоря. Поэтому к общественной палате в этом смысле очень много претензий. Именно неактивность и безинициативность? Именно не мужественность. Не мужественность. Только отдельные люди это демонстрируют. Не инициативность, не умение ставить вопросы ребром. Не все участвуют в анализе тех или иных процессов. И разделение как бы на группировки. Вот там мы провластные, мы там какие-то еще, мы про общественные, ну и так далее. Я сейчас у нашего звукорежиссера спрошу, есть ли у нас возможность футбола. Минута. Футбол. Ну, футбол. Футбол. Звукорежиссер дает нам минуту. Ну что, Азиз Алич, мы в одной восьмой, я так понимаю, чемпионата мира по футболу. Играем мы, дай бог памяти, в какого числа мы играем? Мы играем с Испанией. С Испанией, да-да-да. Не важно в какого числа, но мы играем с Испанией. Это очень важно. Мы играем с Испанией. Это число, наверное, все знают, я, к сожалению, не помню сейчас. А я сейчас найду, я сейчас найду, конечно же, 1 июля мы играем. Да, и вопрос? Вопрос, смотрите ли вы? Я смотрю. Как вам кажется, те деньги, которые... Болею, у меня даже в УЗЛ есть с флагом России. Я еду, когда Россия побеждает, и в окно все время дудю. Серьезно? Серьезно, дудю. То есть это ваши звуки раздаются с улицы, да? И мои, наверное, тоже раздаются. И гаишникам дудю, и милиционерам, и кого вижу, всем дудю, когда Россия выигрывает. Когда проигрывает, плачу. Азиз Алич, те средства, которые потратили на чемпионат мира, как вам кажется, они все-таки с умом потрачены или нет? Люди получили то, что должны были получить? Удовольствие мы от праздника получаем. Ну, я думаю, что люди, которые ходят на футбол, да, увидели столько знаменитых футболистов и так далее, и так далее. Но как и в Олимпиаде Сочи, я скажу как бы следующее, что основная цель строительства этих объектов не проведение чемпионата мира, а основная цель, чтобы наши люди могли на этих объектах дальше тренироваться. Но, конечно, я бы сказал, что если у нас были такие деньги, и мы могли их пустить на строительство стадионов, то я бы хотел, чтобы мы не чемпионат мира провели. А что? А чтобы, например, на территории Кировской области или на города Кирова два приличных стадиона построили, куда бы доступ был всем. И чтобы все эти деньги, значит, хотя мы все уже знаем цифры, знаем, что мы потратили больше, чем в Бразилии денег, где коррупционные скандалы один за другим как бы шли в Бразилии, очень много денег потратили, не знаю, оправданно, не оправданно. Но я бы хотел, чтобы были на территории каждого города, каждой области такие стадионы, куда мальчики могли бы ходить играть в футбол, и тогда мы бы действительно могли бы стать великой футбольной державой. А когда у нас в нескольких городах есть крупные суперстадионы, мы великой футбольной державой не станем. Другой подход нужен. Таланты у нас есть, мальчики и девочки, которые умеют играть у нас, талантливые, есть. Есть, а растить их негде. Нет талантливой организации. Вот, собственно говоря, все. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». На этом мы завершаем особое мнение. Звукорежиссер делает нам уже страшное лицо, да, вот выгоняет нас из эфира. Спасибо большое, Азиз Агаев. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok